МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Февраль 2015 года, Москва. Президент отель. Генерал-полковник Лобов перед входом в зал конгрессов с трудом сдерживает душевное волнение. Именно здесь, четверть века назад, он был участником заседания, решившего судьбу одной из самых могущественных организаций 20 века – Варшавского договора. А заседание проходило необычно. Приехали все главы государств Варшавского договора. Не было одного Михаила Сергеевича Горбачева. Он был с визитом Соединенных Штатов Америки. Ну, его ждали, потому он прибыл. Тогда, в 1990-м, американские партнеры убедили руководителя Советского Союза в том, что Запад и государство соцлагеря больше не враги. И поэтому присутствие сил Варшавского договора в Европе совершенно излишне. Был основан Совет Россия-НАТО, очерчены основополагающие рамки для сотрудничества. Силы НАТО и российские войска проводили совместные маневры. Многие лидеры социалистических государств не хотели задумываться, к чему приведет уничтожение организации Варшавского договора. Мы видим, как сегодня НАТО раскидывает свои силы повсюду. Да, мы чего-то не предусмотрели в свое время. Но зачем же сейчас создавать ситуацию, которая может привести к войне? Варшавский договор был заключен как ответ на создание НАТО, прежде всего, как ответ на милитаризацию Федеративной Республики Германии. Варшавский договор стал фундаментом, основой обеспечения военно-стратегического равновесия и тем самым гарантировал мир. Все годы существования организации Варшавского договора ее обвиняли в агрессивных намерениях. Правда, обвинения исходили от стран другого военного блока – НАТО. Но был ли и в самом деле агрессивным военный союз социалистических стран? До сих пор все документы, касающиеся организации Варшавского договора, засекречены с них, гриф секретности не снят. Что же случилось на том самом заседании стран-участниц Варшавского договора в июне 1990 года? Можно ли сегодня узнать об этом из архивных документов? И какие тайны так до сих пор и остались нераскрытыми? Даже после распада организации Варшавского договора. 1945 год. Еще не успели отгреметь залпы Победного салюта над Берлином, а США и Великобритания уже стали разрабатывать планы военной операции против своего недавнего союзника по антигитлеровской коалиции – Советского Союза. Операция называлась «Немыслимая». Насколько я знаю, это была чисто английская инициатива. Херчет со своим глубоким антистеритизмом и антирусскими настроениями. И генерал Монгомери, они рассматривали такую возможность. План операции предусматривал совместное нападение британцев и американцев весной-летом 1945 года на советские войска, воссвобожденные от фашистов Польши, с целью их силового вытеснения. Причем предполагалось, что в боевых действиях примут участие также и немецкие военные формирования. Британия уже в 1945-м готова была вновь вооружить фашистов, простив им бомбардировки своих городов и гибель тысяч мирных людей, лишь бы обрести поддержку в войне против Советского Союза. В 1945 году, в мае, когда завершилась война, генерал Монгомери, командующий эквенционными войсками Великобритании, дал приказ сохранить вооружение немецких дивизий на случай, если, так сказать, война с Германией перестет войну с Советским Союзом. Но сбыться этим замыслом оказалось не суждено. В апреле 1945-го союзные армии США вышли к Эльбе, где произошло настоящее братание американских и советских войск. Тогда авторам плана стало ясно. Заставить американцев сейчас же стрелять в тех, с кем они разделили радость победы, не удастся. Однако уже через три месяца США дали понять всему миру. Они готовы к новой войне, когда сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Американцы намерились начать горячую войну. Были бесконечные обсуждения, сколько советских городов нужно разбомбить. Что надо пожертвовать ста миллионами русских ради победы демократии. Остудил горячие американские головы авиационный праздник на московском аэродроме в Тушино. 3 августа 1947 года три новейших стратегических бомбардировщика Ту-4, пролетев над иностранными гостями, показали. У Советского Союза есть средства доставки ядерного оружия на североамериканский континент. Правда, собственно, атомной бомбы тогда у СССР еще не было. Но американцы знали, что разработки велись. Это заставляло задуматься. А вдруг русские уже раскрыли атомный секрет и ответят на удар ударом? Сдержать американцев можно только возможностью причинить огромный ущерб, неприемлемый ущерб, непосредственно на территории США. Никто на них давно не нападал. Ну, Вторая мировая война. Территорию США атаковали всего лишь четыре воздушных японских шара. Долетели, взорвались. Ни одна бомба не падала туда, и погибла одна корова в результате. Горячая война показалась слишком опасной затеей. Тогда на смену ей пришла война холодная. Начали ее Соединенные Штаты, которые, по сути, уже после окончания Второй мировой войны стремились к мировому господству. Собственно говоря, бомбы, сброшенные на Гасаку и Хиросиму, это как раз уже была заявка на мировое господство. На пути к мировому господству Советский Союз был препятствием для США. Но устранить противника американцы хотели чужими руками и на чужой территории. Для подобной цели Европа подходила идеально. Оставалось только вовлечь европейские страны в этот проект. Газеты и радио начали устрашать население советским вторжением и призывать на помощь американцев, чтобы защититься от красного медведя. Этот образ вызывал у послевоенной Европы сильное беспокойство. Вызывало, вызывало. Это было эритическое влияние, доминации, коммунистической партии, которая, как в многих странах, говорилось, привозилась в чемодане, но и, конечно, красная армия, которая не ушла с территории некоторых стран после Второй мировой войны. Устав ООН запрещал создание военных союзов странам, не относящимся к одному региону. Но американцы придумали уловку, чтобы обойти запрет. Так возникла идея НАТО, Североатлантического военного союза. Что же это за такой интересный регион, Североатлантический? То есть это изобретено было такое решение, чтобы связать каким-то образом Соединенные Штаты и Западную Европу. Главным европейским противником СССР по замыслу создателей НАТО должна была вновь стать Германия. Точнее, федеративная республика, образованная на территории западных зон оккупации. С неожиданностью это не было. У нас был очень хороший разведка. Да, Запад, собственно говоря, этого и не скрывал. Они говорили, что без Германии НАТО является неполноценной военной организацией. Фактически был заключен договор с врагом. Германия была врагом. Союзники заключили с ней договор и включили в состав НАТО. Это рассматривалось Советским Союзом как прямое нарушение договоренностей, которые были заключены между странами антигидерской коалиции. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года. В него вошли 12 стран. США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. В 1952-м к ним присоединились Греция и Турция. А еще через три года, в десятую годовщину Великой Победы над фашистской Германией, 9 мая 1955 года, в НАТО вступила ФРГ, Федеративная Республика Германия. И поэтому вот было предложено организовать противодействие Америка. С вас НАТО, у нас Варшавский пакт. И будем, так сказать, на равных разговаривать. Идею вместе, можно сказать, выработали Никита Сергеевич и Георгий Константинович Хрущев и Жуков. 14 мая 1955 года в Варшаве столице страны, первой пострадавшей от нападения фашистов, состоялось подписание договора о дружбе и сотрудничестве между европейскими странами, заинтересованными во взаимной помощи. Его подписали Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. Союз был заключен на принципах полного равенства участников. Так появилась организация Варшавского договора. С момента ее возникновения западные средства массовой информации не уставали рисовать образ военного союза социалистических стран как опасного агрессора. Например, задача Чехословакской армии было не только захватить Мюрхена, но пойти дальше на Льон. Там немножко пошутили на Льон, потому что там хорошая гастрономия. Но французы не смешно. Численность вооруженных сил организации Варшавского договора в Европе всегда была меньше, чем у НАТО. Это подтверждали исследования признанных международных организаций. В структуре Варшавского договора преобладали средства защиты, такие как противовоздушная оборона. В то время как у НАТО было огромное численное превосходство в средствах нападения, ударных самолетах, боевых вертолетах, крупных десантных кораблях. Любому специалисту эти цифры говорили о явно агрессивном характере НАТО и оборонительном Варшавского договора. Но подобная информация никогда не появлялась в западной прессе для широкой публики. В средствах массовой информации, в периодической печати говорилось об агрессивной сущности Варшавского договора. Вспоминались события 1968 года в Чехословакии, венгерских событий 1956 года. Других каких-либо аргументов не приводилось. Но можно ли считать венгерские события 1956 года и пражские 1968-го актами агрессии со стороны Варшавского договора? Силы варшавца в трудоговорах, ликвидации кризиса Венгрии никакого участия не принимали, потому что Советский Союз сказал, согласно заключенному миру, мы являемся оккупационными войсками в Венгрии. Венгрия была ближайшим союзником Германии. И мы отвечаем за наведение порядка там, без участия кого-либо еще. Поэтому это было исключительно советские войска там. А вот события 1968 года в Праге действительно стали серьезным испытанием для объединенных вооруженных сил стран-участниц Варшавского договора. Стреляли сверху из пулемета. Автоматическое было оружие, сначала не было понятно, но по звуку, по звуку уже сразу определили, что это все-таки пулеметы, ручные пулеметы. Стреляют из-за угла в сыновей тех, кто освобождал Чехословакию в 45-м, и называют себя при этом патриотами. Стрельба велась по нашим солдатам, по бронетранспортерам БТР-40, они открыты вверх, поэтому можно было цель эту поражать запросто, если люди там находились. Депутат Государственной Думы России Юрий Синельщиков в 1968 году сержант отдельного батальона связи 35-й мотострелковой дивизии до сих пор помнит Пражские улицы и мосты совсем иными. Это главная площадь Праги, называется Вацлавская. И здесь во всех переулках стояли танки, орудия были обращены в улицы. В начале площади стояло несколько танков, здесь у музея стояло также 3-4 танка. Были случаи, когда некоторые танки поджигали. Два человека подбегали сзади, один киркой пробивал бак, там громадный бак стоит с соляркой, а второй подносил к солярке факел, и танк начинал гореть. В этой улице, в конце улицы был подожжен один из наших танков. Солдатики наши выпрыгнули, к счастью, все остались живы. Ситуация в Праге накалялась постепенно. И готовиться к возможному вводу в столицу Чехословакии объединенных вооруженных сил Варшавского договора начали заранее. Эти маневры Черный Лев были демонстративно перенесены Швабии в район Чехословакской границы. Точнее, не демонстративно, а провокационно. С начала 1968 года на территории Западной Германии по соседству с Чехословакией непрерывной чередой проходили военные учения Бундесвера и войск НАТО. Сообщение филиграфного агентства. Маневры американской армии ФРГ РФОРДЖАР-1 перенесены границам Чехословакии на такое расстояние, чтобы орудийные выстрелы были слышны в глубине ее территории. Военная демонстрация подобного масштаба впервые проводится так близко от границ восточноевропейских государств. Чтобы сказать, видите, мы здесь, рядом с вами, действуйте же активнее, действуйте. Пражская оппозиция активизировалась где-то в феврале, в январе-феврале 1968 года. В марте официально появилась ударная сила, так называли, пражской оппозиции, клуб 231. 231 называлась потому, что там было много людей, которые ранее были судимы по статье 231 конституционного закона о защите республики. По этой статье было осуждено много бывших фашистов, эсэсовцев, пособников и Гитлеров. Сегодня эту организацию многие пытаются представить как всего лишь одну из оппозиционных партий. Но на деле члены клуба 231 больше походили на боевиков-наемников. Блок НАТО готовился входить в Чехословакию, готовился ходить в Прагу, там были уже подготовлены войска. И то, что чехословацкие пограничники снимали проволоку вдоль границы с ФРГ, не имело по существу никакого значения. Граница и так была открыта настиж. И 368 тысяч западных немцев побывали в Чехословакии за полгода. 368 тысяч. Командир мотострелкового батальона капитан Лопов. Именно его танкисты рано утром 20 августа 1968 года заняли четыре моста через Волтаву, окружили Министерство внутренних дел, генеральный штаб чешских вооруженных сил, особняк, где размещалось представительство Варшавского договора и Дом правительства. В чем был смысл этих действий? Речь шла о реализации принципа социалистического интернационализма. То есть не только возможности, но и обязанности социалистических государств оказывать друг другу помощь и поддержку в случае, если возникала угроза социалистическим завоеваниям. Была ли эта угроза и в самом деле? Нуждалась ли Чехословакия в помощи? Факты неоспоримо свидетельствуют. В Праге готовился вооруженный переворот. Вот мы нашли наконец ту точку, с которой снято это здание. Позади здания находится парк Фучика. На фотографии изображены автомобили нашего батальона связи. Позади здания парк. В нем находилась техника нашего батальона и техника других подразделений, в том числе моя радиомашина. В Праге и некоторых других городах найдены тайные склады оружия. Вот оно оружие, обнаруженное в здании Министерства сельского хозяйства. С его помощью злейшие враги чехословацкого народа хотели создать обстановку безнаказанного террора. Повести дело к вооруженным столкновениям и кровопролитию. А вот в этом направлении, вот там в кустах, сваливали оружие. Это вот чуть-чуть поводри отсюда. Оружие, которое было изъято в тайниках в городе. Оружие, которое пряталось, кстати, во многих министерствах. В зданиями министерств почему-то, в подвалах было. И было даже случаи, когда взорвали под землю. Но это самое разное оружие. Это были и пистолеты, были автоматы, были пулеметы. Были не только ручные, но и станковые пулеметы. Были даже гранатометы ручные и минометы, но небольшого калибра. Версию о якобы мирном гражданском восстании с романтичным названием «Пражская весна», которой прикрывались пропагандисты этой весны, разрушают живые свидетельства участников тех событий о загодя приготовленных и спрятанных в тайнике гранатометах и автоматах. Да, это, конечно, было оружием ненародной милиции. Это совершенно очевидно. И да, была даже и взрывчатка. Привозили несколько ящиков взрывчатки. Все это сваливалось вот несколько куч туда дальше. Затем подъезжали наши БТР-40, грузили, загружали, ну и увозили отсюда. По свидетельствам очевидцев, все акции, направленные против введенных войск, проводились только в центре Праги. На ее окраинах и в сельской местности население активно выражало свою поддержку действиям Варшавского договора. Так в сентябре, накануне вывода войск из Чехословакии, капитан Лобов с товарищами получил приглашение посетить соседний городок. Все за стол, им сразу двери открываются, пиво прияснили со всех сторон этим, кто сел. И нам тоже пиво поставили. И началась братания. Никогда в жизни не забыла. Целуют нас, обнимают. Вышли на улицу, в машину садиться, в машину не сядешь. Все полностью битком, и сверху было забито пакетами, корзинами, с яблоками. Ничего там только не было. И индюшатина, и гусятина. Ну все вот так вот, забито. Прямо это они нам принесли подарки, чтобы мы своим солдатам там нашли. Ситуация, сложившаяся в Праге в 1968 году, создавала угрозу всему блоку социалистических стран. А потому они действовали вместе. Все. Кроме Албании. В 1961-м у лидеров двух стран, Албании и СССР, испортились отношения. И Албания фактически перестала участвовать в деятельности военного союза. А в 1968-м она окончательно покинула организацию. К чему никто не препятствовал. Когда мы говорим о пражском кризисе, который, на мой взгляд, так сказать, совершенно незаслуженно, так сказать, ставится на одну доску с мерзким кризисом, там действительно собирался Совет Варшавского пакта, и в основную инициативу там проявляли поляки, и были введены общие войска. 21 августа союзники Чехословакии нанесли здесь силам мировой реакции серьезный упреждающий удар. Вместе с нами двигались, вот слева от нас стояли немецкие части, польские части. Насколько мне известно, вошло 170 тысяч. Поляков было порядка 40 тысяч. Немцев подготовлена была там целая дивизия, еще несколько частей, порядка 14-15 тысяч, будем на готове, на границе стояли. Но в последний момент передумали, главная причина, это вот та, что к немцам недружелюбное отношение было у чехов, очень недружелюбное, осталось времен войны еще, и решили вот тут, так сказать, не играть на эмоциях, на отрицательных. Внимание к межнациональным противоречиям, к истории взаимоотношений народов как-то не вяжется с ролью диктатора, которую приписывали Советскому Союзу. Как утверждалось, он лишь использовал другие соцстраны в своих интересах. Впрочем, серьезные исследователи, даже западные, считают иначе. Хантер, представитель США в Совете НАТО, в 1969 году, выпустил книгу, он там говорит о том, что Советский Союз имел гораздо меньшее политическое влияние на участников Варшавского договора, нежели Соединенные Штаты на других участников НАТО. При этом он подчеркивает, даже учитывая чехословацкие события. Организация Варшавского договора, она сыграла очень большую положительную роль. Во-первых, она объединила вооруженные силы, Совета экономической взаимопомощи этих стран, и они противостояли западному альянсу НАТО, с одной стороны. Другой стороны, держали все эти страны в устье. Отношения между Румынией и их соседями в какой-то период времени были очень напряженные. Но ничего не происходило. Поэтому я считаю, что роль Варшавского договора была очень положительной. Как же на самом деле строились отношения внутри Варшавского блока? Чтобы понять это, стоит отправиться на один из главных проспектов столицы – Ленинградский. Здесь, неподалеку от метро «Аэропорт», есть необычная ограда, которая отделяет от шумного шоссе Жасминовый сад и особняк в глубине. Это ограда – трофей, привезенный из послевоенного Берлина. Она когда-то окружала знаменитый Берлинский зоопарк. А громадные чугунные ворота вели к последней резиденции Гитлера – Рейхсканцелярии. А еще это напоминание о великой победе, которую одержал советский народ при поддержке союзников и армий освобожденных стран. Войско польского, 1-го Чехословацкого армейского корпуса, Болгарской народной армии, румынской дивизии Тудор-Владимиреску. И символично, что эти ворота ведут к зданию, которое много лет служило штаб-квартирой знаменитого военного союза – Организации Варшавского договора. В этом зале создал комитет министров обороны Организации Варшавского договора. Уникальность этого зала заключается в том, что в его создании приняли участие все страны, находившие в Варшавский договор. Например, вот это замечательное панно – это румынский дуб. Вот эти люстры – это вагинское стекло, произведенное в Чехословакии. Мебель вся была румынская. А аудиоаппаратура, установленная здесь высокого качества, была произведена в ГДР. Сейчас в этом зале все покрыто пылью. Но это не признаки забвения. В здании идет ремонт. Штаб-квартиру Организации Варшавского договора теперь занимает Оперативный штаб Организации договора о коллективной безопасности – ОДКД. Мы использовали опыт, мы изучали структуру, систему работы в Варшавском договоре, но ситуация совершенно другая. Угроза военных конфликтов, она уменьшается. Но зато непомерно увеличиваются другие угрозы, от которых также, кстати, несладко живется население. Это и терроризм, и экстремизм, это незаконный оборот наркотиков, это организованная преступная деятельность, это попытка использования информационной среды для дестабилизации обстановки, для дискредитации конституционно избранной власти. Поэтому мы все-таки ориентируемся больше, конечно, понимая и сознавая необходимость военной силы, как доминирующей, как главной, определяющей, мы все-таки занимаемся некоторыми другими делами. И в этом, наверное, самое большое отличие от деятельности и НАТО, и Варшавского договора. Организации договора о коллективной безопасности, в которую сегодня входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, в качестве наследия Варшавского договора досталось не только здание, но и традиции взаимного уважения, подлинно партнерских отношений. Если мы не сохраним то, что у нас в свое время было между нашими народами, общая история, общий менталитет, общие взгляды на развитие человечества или развитие регионов, что это было при Советском Союзе, все, что сегодня сохраняется, то вряд ли наш этот союз будет успешен. Многие офицеры оперативного штаба ОДКБ имеют опыт службы в организации Варшавского договора. И не понаслышке знают о характере отношений внутри военного блока социалистических стран. Какой диктат? Все решения принимались только, сейчас говорят, консенсусом, да? И здесь только так. Вот Совет Министров обороны проводил вот в этом зале на втором этаже, и если кто-то был против, решения просто не принимались. Добивались тогда, когда все были согласны с тем или иным положением вещей. Частично командиры всех армий Варшавского договора даже учились вместе в советских учебных заведениях, в университетах или в военной академии. Было видно, что у нас общие взгляды и одинаковый уровень подготовки. Я полагаю, что каждая армия Варшавского договора имела свои превосходства и, может быть, какие-то мелкие недостатки. Но в целом я бы сказал, что мы были одинаковыми. Мы были братьями по оружию и были горды тем, чего достигли. Гордость за общие достижения. Пожалуй, главное чувство, которое давал всем входящим в него странам Варшавский договор. Особого накала эмоции достигали во время ежегодных учений. Это были масштабные и зрелищные военные действия. Убрасывают, допустим, тысячи парашютистов, и что они там летят в боевой технике? Вот их властится, и кажется, что каждый из них летит, что? На тебе. Мы волновались, потому что хотелось показать свою выучку, хотелось показать что-то интересное, хотелось выглядеть на высоком уровне. Сегодня в едином строю Советской армии армии братских стран социалистического сооружения. Для военного человека участие в каких-то учениях это всегда большая школа и учеба. Особенно мне запомнились учения «Братство по оружию». Оно проходило на территории ГДР. Нам пришлось напрячь все силы. И я очень люблю вспоминать, как мы днем долго и тяжело работали, а по вечерам собирались все вместе. Мы выпивали немного водки, рассказывали анекдоты, укрепляя таким образом нашу дружбу. Это то, чего я никогда не забуду. Учения стран Варшавского договора были своего рода лабораторией, первой проверкой на практике новых тактических приемов и методик оперативного военного управления. Их применение меняло взгляды на способы достижения победы. Вот я представлю, тысячу единиц артиллерии. И вся эта махина в течение полутора часов стреляла реально. Реально шла в авиации, бомбила. Реально шла. Шли вертолеты 107, вот эти 172. И при том была артиллерия, ведь она по-разному стреляет. Она впервые стреляла над своими, что? Танками, над своими боевыми машинами. Это тоже было впервые. Учения «Запад-81», в которых будущий начальник штаба Объединенных вооруженных сил Варшавского договора Владимир Лопов принимал участие в качестве командующего армией, стали не просто тренировкой, но и своего рода предупреждением. А когда действительно были события, шли непростые в Польше, а здесь были люди приглашены из этих стран государств, и они увидели, к чему может привести ошибка по тем временам, конечно, там с их стороны или там с нашей стороны, что вот какая она сила. Что же происходило в Польше в начале 80-х? Акции протеста вспыхивали по всей стране, усиливая нестабильность, напряженность в обществе и рост преступности. В 1981 году главой государства стал министр обороны Польши в войцах Ярузельский. Он только что вернулся с учений «Запад-81» и видел, какая военная мощь готова вторгнуться в Польшу, чтобы отстоять завоевание социализма. Чтобы избежать этого, новый глава польского государства действовал решительно. Ввел военное положение, которое позволило быстро и бескровно прекратить беспорядки. Актуальная политическая ситуация всегда была главным содержанием для всех военных учений. То есть политика, конечно, влияла на ход и содержание учений, но были только одни учения вблизи области, где обстановка была критической. Это во время событий в Польше. Это единственные, о которых я могу вспомнить. В остальных случаях такого не было. В Центральном архиве Министерства обороны России хранится один особый документ. Из всех документов Варшавского договора с него единственного был снят гриф «Совершенно секретно». Это решение государства участников Варшавского договора, которое было подписано 30 апреля 1980 года. Рассекречен документ был в декабре 1997 года. Это решение о назначении верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами государства участников Варшавского договора маршала Советского Союза Брежнева Леонида Ильича. И примечательно то, что отсутствует подпись представителя Республики Румынии Николая Чаушеску. Видеть в этом некий разлад между участниками Варшавского договора не приходится. Говорить о том, что был жесткий прессинг со стороны Советского Союза по отношению к другим участникам Варшавского договора тоже не приходится. Социалистическая республика Румыния в рамках организации обладала особым статусом. На ее территории никогда не проводились войсковые учения. А представители вооруженных сил страны участвовали в них лишь в качестве наблюдателей. Возможно, это покажется удивительным, но именно Румыния до последнего боролась за сохранение организации Варшавского договора. Вот как это было. Делегации разместились за этим столом, ждали Михаила Сергеевича, он прибыл и слово сразу взял председательствующий. Вот он встает и говорит, господа, ну все оглянулись туда-сюда, как господами назвали, первый раз, у нас на повестке дня три вопроса. Но господин Гайл просит слово, и он скажет все. Вот господин Гайл встал, повторил слово господа и предложил никаких вопросов не обсуждать, что на повестке дня там три, а поставить вопрос один о закрытии и ликвидации военной организации Варшавского договора. И сел. Немая сцена, Румын встает, по столу вот так, ну не очень сильно, вот так кулаком, и говорит, нет, Румыния против ликвидации Варшавского договора. Варшавский договор на протяжении своей осуществования сделал очень много. вот мы живем в мирных условиях только потому, что есть Варшавский договор. Ну, все улыбаются. тогда опять Илья Ангар. Ну, что? Вопрос решеный. Все встать хотели. В это время Михаил Сергеевич говорит, разрешите я скажу пару слов, вышел к трибуне, на трибуну вот там стоял и рассказывал примерно минут сорок, как он был в Соединенных Штатах Америки, как его там встречали, как его там ласкали. А в Варшавском договоре ни одного слова не было сказано. С его стороны, имею в виду. Ну, и все. Он сел, ну вот все, теперь можем и расходиться. 1 июля 1991 года организация Варшавского договора официально прекратила свое существование. Незадолго до этого, 3 октября 1990 года, две Германии, Западная и Восточная, объединились. И таким образом бывшая Социалистическая республика вошла в состав Североатлантического альянса. Постепенно и другие бывшие члены организации Варшавского договора Албания, Болгария, Польша, Румыния, Венгрия, Чехия, Словакия тоже вошли в состав НАТО. Однако Североатлантическому альянсу этого было явно недостаточно. Желание НАТО продвинуть военные и авиабазы на территорию Польши и прибалтийских государств преследовало цель спровоцировать соответствующую реакцию российского руководства, которая и последовала, как были и взаимные угрозы. Хотя еще во времена Горбачева говорили, обсуждали, когда говорили о выводе иностранных войск. Было сказано, я это прекрасно помню, что НАТО брало на себя обязательство не продвигать свои войска в бывшие регионы СССР. Сегодня представители НАТО отрицают, что принимали на себя подобные обязательства. Мы тронули интересную тему, которую мы считаем таким элементом какого-то такого политического мифа, который, к сожалению, немножко популярно, что НАТО не будет расширяться. Это невозможно, потому что НАТО основано на Вашингтонском договоре. И 10-я статья говорит прямо, что каждая европейская страна, включая Россия, может подать заявку, если определяет ценности и задачи НАТО. Короче говоря, если бы кто-то хотел обещать, что НАТО не будет расширяться, тогда нужно было поменять Вашингтонский договор. Но можно ли государством в современном мире сохранять независимость, не вступая ни в какие военные союзы? Пример простой вам в Югославии. Ведь собиралось вступать в ОДКБ Югославия. Но из-за того, что эту резину тянул Милошевич, так, вот он дождался до того, что посыпались на него бомбы. А если бы он вступил в ОДКБ, то под ядерным зонтиком России никто бы его бомбить не стал. Вот так и эти наши республики в ОДКБ. Они под защитой еще и ядерного зонта Российской Федерации. Организация создана государствами, которые хотят коллективными усилиями обеспечить свою безопасность, защитить свой суверенитет, территориальную целостность, не допустить вмешательства извне, не допустить попыток дестабилизации обстановки внутри какими-то внешними силами. Сегодня это в одиночку невозможно решить на нам государство. опыт организации Варшавского договора бесценен для безопасного будущего. И главный вывод, который можно сделать, чтобы быть по-настоящему независимыми, нужно быть сильными. Именно возникновение Варшавского договора, уравновесившего НАТО, помогло Европе просуществовать без войн и конфликтов на протяжении практически 36 лет. Все время, пока существовал Варшавский договор, таких войн, какие после его расторжения начали вести США, НАТО и их союзники против Ирака, против Югославии, против Ливии, таких войн во время Варшавского договора не было. Поэтому я убежден, что Варшавский договор был серьезным элементом стабильности во времена Холодной войны. Народы стран Варшавского договора решили больше не идти по дороге социализма, и организация распалась. Но договор выполнил свое предназначение, тогда не было войн, и мы, бывшие военнослужащие армии социалистических стран, внесли в это вклад. Как и всякая военная организация, Варшавский договор, объединивший вооруженные силы семи европейских стран, имел немало тайн и секретов. Будут ли они когда-нибудь преданы гласности? Возможно. Но главный секрет, обеспечивший организации Варшавского договора добрую память, раскрыт. Это взаимное уважение стран-участниц и подлинно равноправные партнерские отношения. Ради безопасности и дружбы между народами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин